Буквально за последние 10 минут начала поступать информация, что руководство МВД Молдова дало команду Бельскому комиссариату полиции, понимая, что это незаконно, начинать штрафовать людей, выписывать протоколы всем тем людям, которые торгуют. Хотя это уже не просто беспредел, это не вписывается ни в какие рамки, потому что сегодня, согласно закону, могут, и то мы уверены, что докажем в суде свою правоту, могут оштрафовать нас за то, что мы приняли это решение, открыть рынки. Хотя это будет тоже незаконное решение. Как сегодня можно оштрафовать экономических агентов, которые вышли продавать продукцию на открытом рынке, понимаете? То есть таким образом сейчас надо штрафовать вот всех тех людей, которые тут стоят, ходят, и на остановках общественного транспорта и так далее. То есть через это Игорь Николаевич Кулёк вместе с его правительством, они просто хотят просто поиздеваться над бельчанами, и хочу сейчас заявить со всей ответственностью. Я вижу, сколько полиции мобилизовали сегодня, увидели, не проходят с уведомлениями, люди выходят на работу, потому что люди убирают от голода. Я вижу очень много бельчан, которые приходят, покупают уже продукты питания. Их это не устраивает, они просто хотят показать свою принципиальность. Если они хотят показать свою принципиальность, значит, наша реакция будет соответствующей. А именно, во-первых, если кто-то из полицейских, это я обращаюсь сейчас торгующим, придет выписывать протокол, значит, человек имеет право не подписывать его, и сказать, присылайте повестку, я приду с адвокатом. Я в жизни не бросил ни одного человека и никогда не брошу, но если я увижу сегодня, к концу дня протоколы, значит, завтра со всеми бельчанами мы примем правильное решение, а будем мы уже блокировать работу тех, которые выписывают эти незаконные штрафы людям, поедем мы в гости, в Додону, в кабинет или в правительство, или перекроем национальные дороги, об этом я сообщу дополнительно. Но я хочу обратиться сейчас ко всем полицейским, которые получили эту команду. Ребят, у вас есть тоже родители, родственники, которые работают же на этих рынках, и люди, которые находятся в такой же тяжелой ситуации, как и большинство граждан в нашей стране. Я настоятельно рекомендую сегодня не выполнять незаконные команды политические, Додона, Кику, Войку и так далее, потому что, может быть, и Войку министра внутренних дел поднялась температура 41, как у Додона, поэтому он нервничает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!